Центр, получим сигнал от социальной службы. Трисуемся на север-восток по базанному адресу. Что бы тебе хотелось нарисовать? Солнце. А почему ты тогда нарисовал деревья? Просто воспитатель сказал, что надо нарисовать деревья. Семья на учете полиции не состоит. Семья, один ребенок, мать русская. Я не вижу твоего рисунка, Милля. Почему ты не рисовала? Потому что со мной никто не дружит. Это тебе мешает рисовать? Да. Госпожа Карья Лайден, вы не могли бы завтра снова заехать? В приют новенького привезут. КОНЕЦ 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 Давай, сынок. Давай, сынок. Отталкиваемся! Ну, это упражнение на доверие. Давай. Это стандартная процедура. Я вам все уже объяснила, хотя это не ходит в мои обязанности. Это дикое недоразумение. Если это недоразумение, значит, вам вернут вашего сына. В данный момент мы не можем не отреагировать на информацию о насилии в семье. Прочитайте и распишитесь. А мы все. Можно я сам? Ты должен приехать с полицейским. Мы тебя завтра заберем. Мы тебя завтра заберем. Это противозаконно, Настя. Мама! Успокойся, успокойся. Не бойся, сынок. Я тебя никому не отдам, слышишь? Отойдите от машины. Я тебя очень скоро сделала. Откуда я сказала? Она ошибилась. Я заберу тебя. Сынок, завтра! Как тебя зовут? Вы бы сами знаете. Хорошо, Иван. Ты прав. Почему задавать вопрос, если ты знаешь ответ? Это хороший адвокат. Да, мне и нужен лучший. Спасибо, Вайка. Пожалуйста, не переживай так. Мальчик скоро будет с нами. Слышишь? Тебя мама заставляет убирать игрушки за собой? Да. А если ты не хочешь убирать игрушки, то мама тебя наказывает? Вот взгляните. Служба социальной опеки имеет право оставить ребенка для рассмотрения дела на 14 дней. Я там выделял красным. А если твои родители что-то требуют от тебя, а ты не хочешь этого делать, то как они тебя наказывают? Андерс, вы можете сократить срок рассмотрения дела? Нет. Но я попытаюсь добиться вашей встречи с сыном как можно скорее. Поверьте, это тоже нелегко. А по телефону мы можем с ним поговорить? К сожалению, сейчас это невозможно. И что с тобой случилось недавно на улице? Мама тебя тащила за руку, и ты плакал. Ты видишь, я все знаю. Когда назначат суд, это зависит от разных причин. В первую очередь от готовности дела, от самой службы опеки. Опять же, существует очередь на рассмотрение подобных дел. Мама тебя ругала? Она тебя ударила? Извините, но в свою очередь я обязан вас спросить, подвергался ли мальчик в семье насилию? Физическому или психологическому? Нет. Но ведь она тебя наказала, да? Как она тебя наказала? Не бойся, скажи мне. Я хочу домой. У вас сейчас госпожа Исаакка, наверное, а она уже в приемной. Спасибо, я помню. Вы можете располагать мной столько, сколько вам нужно. Наш мальчик, где он сейчас? Мы сейчас неим. Кто-нибудь мне объяснит, почему у нас не охвачен район Кампи. Там наша реклама отсутствует вообще. Господин Ковиста. Я не думаю, что это возможно, охватить весь город наружной рекламой. Поэтому наша партия в рамках предвыборной борьбы могла бы сделать акцент именно на телевидении. Извините. Вы нас извините, что начали без вас. Да, глубокая мысль, господин Ковиста. Особенно учитывая, что на телевидении для каждой партии одинаковый лимит времени. А, Литва. Вы принесли джем ровно в тот момент, когда я его перехотел. Шучу. Вставь на стол. Господин Кусинен, взглядите. Вот так вы должны выглядеть теперь всегда и везде. Тима, полюбуйся на нашего лидера. Не сочи за труд. Ну как? Тебя это сейчас волнует? Я просто хотел узнать твое мнение. С улыбкой хорошо. С такой характерной европейской фальшивостью. Ты не попадаешь в нашу целевую аудиторию. Сегодня приходили какие-то женщины из социальной опеки. Что они хотели? Ничего. Осмотрели детскую комнату. Зачем? Хотели убедиться в том, что ребенок живет в достойных условиях. Они еще что-нибудь рассматривали? Не знаю, по-моему, нет. Не знаешь? Я разговаривала на кухне по телефону с твоим отцом. А в другое время вы не могли поговорить? Это претензии? У меня выборы. Нельзя каких-то людей впускать в наш дом и оставлять одних. Извини, я не думала, что это касается твоей работы. Ты чего это тут устроился? Ну-ка, быстро в постель. Переодевайся и ложись спать. Почему ты вещи не сложил в шкаф? Меня мама завтра заберет. Хана, я пришла. Привет, Светлана. Две недели ты здесь будешь точно. Так что завтра вещи должны быть в шкафу. Новенький. Да, как тебя зовут? Иван, я дома всегда со светом сплю. Можем мне маленький светильник? Ты здесь не дома. Ложись спать. Идем. Мне даже страшно представить, как он там. А ты не представляй. Звонил Андерс. Он сказал, что в службу опеки поступило анонимное письмо. На основании этого Ваню забрали. Ты можешь снести эту стенку? Ну, для тебя я могу и наш дом снести, и полгорода. Но зачем? Я ведь для мальчика это строил. Это из-за нее Ваню забрали. Это соседка на нас написала. Ей ведь стена мешала. Я видела, как недавно выходили тетки из соц.опеки, из ее дома. Это ни о чем не говорит. Это она. Ну, хорошо, разберемся. Поехали. Поехали. Привет. А ты почему не на прогулке? Зря, на улице очень хорошо. Ты так и не выходила из комнаты? Ну вот, теперь у тебя есть свет. Спасибо. Хочешь, я помогу тебе убрать вещи в шкаф? Не надо. Мама сегодня меня заберет. Она обещала. Вань, если мама вдруг за тобой приедет, то мы твои вещи обратно быстро соберем. А пока давай уберем их в шкаф. Вань, завтра будет работать тетя Ханна, и она будет тебя ругать, если ты не уберешь вещи. Пусть ругает. Хэрта, зайдите. Извините. Вы какую воду налили, Блёдца? Из-под крана. Хорошо. Идите, купите маленькую упаковку бия яиц, принесите сюда. Что-то еще? Купите все-таки свежей воды. Я ведь просила, чтобы всегда была в офисе свежая вода. Без газа. Хорошо. Простите, ради Бога. Ужасно, когда страдает бессловесное существо. Видишь, что ему плохо, не знаешь, чем помочь. А нашему сыну вы собираетесь помочь? Он еще маленький. Он страдает. Настя, перестань, пожалуйста, так на все реагировать. Я не реагирую. Я живу. Это только мешает делу. Что? То, что я живу? То, что ты стала считать любые проблемы, не связанные с нашим сыном, ничтожными. А ты так не считаешь? Ты считаешь, что ей что-то важнее? Но я тебя серьезно спрашиваю, что? Твои выборы? И выборы. И кредит за дом, за машину. И мой отец, который вдруг меня полюбил и звонит мне через день. Это все никуда не исчезло. Я должен этим всем заниматься. Мы не можем сидеть дома и обнявшись плакать. Надо жить дальше. Ты не поверишь, я нашел еще одно исполнение этой песни. Поют дачане. Возьми с собой. В машине послушаешь на разрыв аорты. Спасибо. Когда я в 73-м был в Чили, эту песню пела вся страна. Нет, ее пел весь мир. В те времена люди еще были способны объединяться вокруг идеи. И даже ради нее умирать. Были готовы. А сейчас вокруг одни серые мышь. Никому ни до кого нет дела. даже детям, своих родителей. Тима очень занят. У него предвыборная кампания. Со встречи на встречу, с прессой, с избирательным заседанием. Я его сама не вижу. Я понимаю. Он правда очень занят, Йохан. Наследние три месяца. Йохан, вы заканчиваете? Скорая процедура. Мы, в общем-то, все. Как мой внук? Учить испанский. Не надо испанского сейчас. Что это? Похоже, желтая пресса. Точно, желтая. Почему ты мне сразу не позвонил? У лидера партии забирают сына, а я не в курсе. Почему я не в курсе? Если тебя интересует... Меня интересует. Моя репутация. Я за тебя поручился. Ты хоть понимаешь, сколько людей за этим стоит? Не можно сказать. Ты понимаешь, сколько денег в тебя вложено? Понимаю. Извини. У меня было ужасное состояние. Ладно. Я проясню ситуацию по своим каналам. Спасибо, что подождали. Мне больше некому это сказать. Йохан в последнее время чувствует себя хуже. Он мне об этом не говорит. Но я знаю о доктора. Вы не могли бы просить его сына приехать? Поговорите с мужем. Почему ты не съездишь к отцу? Он болеет, плохо ест. Поскольку я себя помню, он всегда болеет. Заметьте, я его иногда навещаю. Сижу и слушаю про Че Гевару, про Чили, остров Свободы. Хотя знаю, что ни в Чили, ни на Кубе он не был, оболтался где-то в Восточной Европе. Все время хочется спросить, стоят ли все эти его сказки, того, что он бросил меня и мать. Но я сижу и слушаю, ничего не говорю. И в ежедневнике у меня опять записано съездить к Йохану. Вот только он ко мне за 40 лет ни разу не приехал. Прости его. Я его простил. Я только не могу его взять и полюбить. Я говорил с Андерсом, он сказал, что активно занимается нашим делом, пока все идет хорошо. Но если говорить об общей статистике... Я знаю статистику. На сегодняшний день в Финляндии у законных родителей отнято более 17 тысяч детей. Значит, ты не хочешь идти гулять? Ты ждешь свою маму? Жду. Ты знаешь, когда я пришел сюда работать, я думал, что все мамы любят своих детей. Но потом со временем я понял, что это не так. Некоторых мам не приходилось уговаривать, чтобы они приехали повидаться со своими детьми. А они не хотели. Ругались на меня и говорили, что я лезу не в свое дело. А я через социальную службу заставлял их. И когда они приезжали, то обещали меня убить. Представляешь? Ты знаешь, скольких мальчиков я видел, таких как ты? И все они ждали свою маму. Поверь мне, лучше не ждать. Моя мама в школе меня заберет. Мы не знаем, когда она тебя заберет и захочет ли она тебя забирать. Поэтому давай жить дружно, а? госпожа Лакса. Вы меня слышите? Госпожа Лакса, простите нас, пожалуйста. Мы всегда к вам относились с большим уважением. И я надеюсь, что это судебное разбирательство не сделало нас врагами. Госпожа Лакса, я вас умоляю, пожалуйста, заберите письмо. Вы же знаете, как я люблю сына. Госпожа Лакса, ну откройте, я же просто хочу поговорить. Госпожа Лакса! Госпожа Лакса! Госпожа Лакса! Малыш, это ты стену рушишь? Побереги силы. Завтра вызовы рабочих они разберут. Может тебе поплакать? Не могу больше. Потерпи, моя хорошая. Потерпи. Скоро все образуется. Держи. Аккуратно. Настя, я не писала письмо. Я просто сказала службе опеки, что видела, как вывели своего мальчика, и он плакал. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Извините. Я еще не звонил, потому что ждал некоторых результатов. Вы здравомыслящий человек и понимаете, что будете судиться с государственной системой. И эта система заинтересована вашего ребенка забрать. Под каким предлогом, неважно. Извините, что я вас не успокаиваю, но я хочу, чтобы вы понимали, что перед нами стоит очень сложная задача. Надеюсь, к вечеру вас обрадовать. Ну, попытайтесь хотя бы немножко отвлечься от происходящего. Уделите больше времени вашей жизни. Я вам позвоню. Привет. Привет. Что, и шампанское будет? Все, что захочешь, малыш. Сегодня ни слова о проблемах. Здрасте. Спасибо. Хочешь, пересядем подальше, где потише? Нет, все в порядке. Ну, и когда будет сюрприз? Давай начнем с шампанского. Спасибо. А сюрприз будет на десерт. Простите, господин Кутинин, за вторжение. Просто наш политический спор зашел в тупик. Ничего страшного. Но я думаю, что не смогу помочь. Первое правило. Всегда выслушайте своего избирателя. Я вижу, с вами не поспоришь. Вы действительно считаете, что семейные социальные программы должны стать приоритетными? Институт семьи, в принципе, уходит в прошлое. Его функция логично переходит в государство. Разве ваша партия не поддерживает принцип прогрессивного развития наций? Наша партия поддерживает все прогрессивное. А мы с женой просто зашли поужинать. А мне кажется, политик должен иметь смелость отвечать и не уходить от ответов. Сейчас я не политик. Я голодный, непрогрессивный семьянин. Так что вы думаете про институт семьи? В современных условиях это просто атомизм. Вы согласны? Я согласен с тем, что женщина всегда права. Если она говорит, что это атомизм, значит атомизм. Простите, а у вас есть дети? Настя. Настя. Постой. Да погоди же. Дай мне сказать. Настя. Надо было там за столом это говорить, а не стелиться перед своими избирателями. Ты хочешь, чтобы я всерьез дискутировал с этими идиотками? Пусти, мне больно. Я хочу, чтобы ты защищал свою семью. Я хочу, чтобы ты вернул домой сына. Завтра мы встречаемся с сыном. Завтра мы увидим нашего Ванечку. Сейчас мы пригласим твоих родителей. И не плакать, а то сразу заканчиваем встречу. Обещаешь? Мои готовы. Сейчас. Вы можете пройти. Предупреждаю, вы не должны говорить ничего такого, что могло бы травмировать ребенка. В приюте он уже привык, ему здесь нравится. Негативные эмоции нам сейчас ни к чему. Ясно? Ванечка. Ненаглядный. Сынок мой. Любимый. Госпожа Кусылин, говорите, пожалуйста, громко и члены разделены, чтобы не слышали. А я ничего не говорю. Я просто поздоровалась с сыном. Не надо спорить. Ведите себя согласно инструкции. Здравствуй, сынок. Здравствуй. Здравствуй. Ну, как тебе тут? Хорошо вас кормят? Мне очень вкусно. Скоро мы тебя заберем. Устроим пикник. Будем с тобой колбаски на костре жарить. Мы тебе привезли учебники. И я отметила тут задачки. Ты сможешь сам заниматься? Не знаю. Настя. Давай, мы тебя запишем на видео. Расскажешь нам что-нибудь? Я сейчас не хочу. Хорошо. Госпожа Кусылин, последнее предупреждение. Прекратите плакать. Настя. Прекратите плакать. Настя. Свидание закончено. Родители покиньте помещение. Как оно только началось? Мы хотим еще побыть с сыном. Сейчас он находится под защитой органов социальной опеки. Не плачь, здесь нельзя. Встреча закончена. Вы превышаете ваши полномочия. Это незаконно. Если вы сейчас не починитесь, то это будет ваша последняя встреча. Не надо, сынок. На. Это тебе. Ну, иди, сынок. Иди. Сынок. Сынок. Так. Можно я убить? Мама, жутка. Майсу. 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 Тихо. Ну, они что, садисты? Малыш, они делают своё дело. Перед ними проходят десятки, сотни детей. По-другому, наверное, невозможно. Ты их оправдываешь? Я просто пытаюсь рассуждать логически. Хорошо. Тогда в чём логика? Что судьбой нашего сына и сотнями, тысячами других детей будут заниматься бессердечной тётки, а не мамы с папой? Ответь мне логически! Я просто говорю, что они не могут в этом участвовать эмоционально. А я могу! Я хочу участвовать в этом эмоционально. Как ты себя вёл на свидание с родителями? Никак. Почему встречу прекратили? Не знаю. Ты плакал? Нет. Вечером ты на прогулку не идёшь. Будем разбираться. Не скоро отчитываться по потраченным средствам на партию перед этими. Посмотри рекламные договоры. Тут у нас какие-то нереальные бюджеты нарисованы. Это же когда-то была твоя специальность, не так ли? Посмотри. Только не привлекай лишнего внимания. А потом скажи, что думаешь. У тебя сомнения? Человеку свойственно сомневаться, если на нём висят большие деньги. Окей? Решили. Что у нас с твоими рейтингами? Ну, пока наблюдается небольшое падение. Я думаю, с электоратом в маленьких городах не дорабатываем. Да езжай по этим маленьким городам. Да. Мы нашли в записях наблюдения, где мальчик убегает. Я говорю, русский наполовину. Нет, нигде. Спасибо. Будем ждать. Ну, я ему устрою. Сначала его найти нужно, чтобы устраивать. Я только на минуту отвернулась. Так я ничего не знаю. Пиши объяснительно. И большую часть договоров проверил по действующим ценам на рынке. В принципе, похоже на правду. Это закончено на днях. Тима? Да. У нас с договорами Вейка Ярвинен занимался. Да. Присядь. Вы вроде друзья? Учились вместе. Как он там в Петербурге? Устроился? В дипкорпусе? Вроде. Мы давно не общались. Ясно. Ты когда едешь? У меня завтра встреча с избирателями и интервью. Послезавтра тоже. Плюс твои договоры. А как же с нашими маленькими городами, где мы не дорабатываем? Ну, прямо сейчас я не могу поехать. Ты же понимаешь? Не понимаю. Ты же знаешь мою ситуацию с сыном. Я сформирую группу и отправлю по городам. Команда у нас хорошая. У тебя есть что-нибудь для меня? Пока информация такая, следствие пойдет официальным путем. Дружеских жестов нам никто не окажет. Так что твое присутствие здесь ничего не меняет. Я очень надеялся на твою помощь. А я надеялся, что мне не придется разгребать твои проблемы перед выборами. Извините. Господин Кусинин ожидает в переговорной. Я свежие заварила. Ставь сюда. Господин Кусинин? Да. Это ваш сын? Да. Что случилось? Нам его предал водитель трамвая. Ваш сын ехал без билета. Не могу заплатить штраф за проезд. Вы можете в первый раз нас простить? Обещаю, больше этого не повторится. Это нелепая случайность. Мы делаем вам предупреждение и вишнем счет для оплаты штрафа. И нам нужен ваша айды. Да, конечно. Да, седьмой слушает. Алло. Да выруби ее. Повторять, если важно. У нас тут плохой прием. А можно фотографии с вами? Конечно. Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Счастливо. Папа. Телефон. 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 не случилось, почему обязательно что-то должно, вообще-то случилось. Ваня? Он сбежал из приюта. Вот, сидит у меня в кабинете. Я еду. Маленький, сыночек. Сынок. Извини. Настя Андерс специально приехала. Здравствуйте, Настя. Нужно уговорить Ваню вернуться в приют. Давайте так, как будто мы уже долго обсуждали ситуацию, спорили, не соглашались друг с другом и так далее. Подведем итог. Единственное верное решение в этой ситуации вернуть мальчика в приют самим. Если полиция найдет его здесь или у вас дома, это будет квалифицировано как похищение ребенка. Тогда шансы на его возвращение в семью равны нулю. Господин Кусына, можно вас на минутку? Да, извини. А для предвыборной кампании вашего мужа это ситуация? Я сама отвезла Ваню в приют. Сынок, нам надо ехать в приют. А, мам, пожалуйста, я не могу больше. Пожалуйста, мамочка. Потерпи, мой хороший. Потерпи еще кабельку. Слышишь? Потерпи. Скорее всего, это спланированная акция. Я имею в виду, что у тебя забрали сына. Тебе нельзя здесь оставаться. Уезжай прямо сейчас, пока не приехала полиция. С мальчиками разберусь. Извини, я их провожу. Все будет хорошо. Лев занят. Ну, сынок, держись. Дай пять. Ну? Ладно. Идите по лестнице. Андерс позвонит в приют, что вы едете. ПОЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОЛЬНЫЙ СИГНАЛ ФИЛЬМА КОНЕЦ КОНЕЦ Вам нужно успокоиться и выйти. Вам здесь нельзя находиться. Спасибо. А можно я привезу сыну лампу? Он боится спать без света. Не волнуйтесь, у него есть ночник. А вы русская? Я из Карелии, но уже давно в Финляндии. Поверьте, приюты – это не абсолютное зло. Я понимаю. Это зло не абсолютное. У меня, наверное, уже неправильный русский. Но вы же меня поняли? Да нет, у вас правильный русский. Настя, вы могли бы оставить мне свой телефон? Пока у вас не решен вопрос со свиданиями, я могу иногда писать вам про вашего сына. Спасибо. А насчет твоего побегов не волнуйтесь. Я думаю, для вас никаких последствий не будет. Здравствуйте. Меня зовут Маша. Здрасте. Я из движения «Русские матери в Финляндии». Это вы нам писали? Да. Я могу войти? Да, конечно. Извините. Я хочу только одного, чтобы вы поняли – никакого правосудия вы не дождетесь. Сына вам никто не вернет. Нужно бороться. Мы должны вместе спасать наших детей. Как? Мы организуем журналистов, с кем у нас есть контакт. У нас хороший адвокат. Нам вернут сына. У них нет никаких доказательств нашей вины. А они в них не нуждаются. Социальная служба присвоила себе право представлять интересы ребенка. Ну, естественно, никто не интересуется, чего хочет ребенок. Его не спрашивают. Просто все зарабатывают. Как зарабатывают? Детей выставляют на лоты, как товар. И среди приютов проводят тендеры на получение детей. Государство выделяет на их содержание огромные деньги. Нам нужно действовать и как можно скорее. С прессой я могу связаться уже завтра утром. У вас тоже отняли ребенка? Дочек, близняшек. И вам помогла ваша борьба? Их отдали в приемную семью. Мы думаем, где-то на севере Финляндии. Вся информация о них конфиденциальная. Я не видела их Нового года. И как вы живете? Как вы просыпаетесь и живете дальше? С радостью. Каждый день приближает нашу встречу. Да, Настя. Я запрещаю тебе с ней общаться. Я знаю, что они борются. Не надо никаких русских матерей и российских организаций. Финны не любят, когда вмешиваются в их дела. Да не потому, что я за выборы переживаю. Нет. В суде это вызовет только негативную реакцию. Они нарочно отнимут нашего сына, чтобы доказать свою независимость. Да, я уверен. Скоро буду дома. Ничего не предпринимаю. Извините, что так получилось, но вы слышали, муж против. Финские мужья забыли, что они мужчины. В стране правят феминистки, принимают законы, разрушают семьи. Ваш муж тоже? Мой муж меня бросил. Я пойду. Скоро моя электричка. Спасибо, что подвезли. Это вам спасибо. Зря я вас побеспокоила. Простите, ради Бога. Сходите в церковь, помолитесь за сына Богородицы. Именно встреча, где вам и были грубо нарушены правила поведения, вызвала у мальчика психологический срыв. И в результате спровоцировала его побег из приюта. Служба социальной опеки вынуждена принять решение о запрете ваших встреч с сыном до суда. Простите, а я не поняла, а какие правила мы нарушили? Я успела только поздороваться и обнять сына. У нас встреча продолжалась пять минут. Госпожа Райла объясните, пожалуйста. Мы не обязаны ничего объяснять. Решение вы получите по почте. Мы не можем допустить ошибки, поскольку речь идет о психике ребенка. С мальчиком будет работать специалист. Родители в такой ситуации, как правило, не объективны. Сайма Райла работала с семьей, где были подозрения в насилии на девочкой восьми лет. Но отец и мачеха были убедительны в доказательствах, что с ребенком все в порядке. Недавно девочка погибла. Но Сайма Райла собирается заводить уголовное дело. Это вы про начальницу? Думаете, оно перестраховывается? Скорее всего, здесь целый ряд факторов. Я сталкиваюсь с проблемами на каждом шагу. Чтобы добиться вашего свидания, мне пришлось, ну, не отдаться, конечно, но в эмоциональном смысле почти. Мне похоже, что ситуация с вашим сыном возникла из-за одного анонимного письма. Мы прорабатываем все варианты. Ну, ничего страшного, малыш. Ну, что у тебя там? Давай, иди в душ, а я тебе сейчас все чистое принесу. Помылся? Держи, я не смотрю. Сейчас я перестелю постель, закутаю тебя в одеяло, и ты уснешь, да? Да. Ну, иди ко мне. Иди. Алло. Здравствуйте, Настя. Я могу говорить с Тимой? Здравствуйте, Марта. Его, к сожалению, нет дома, ему что-то передать. Не знаю, помните ли вы, но у Йохана сегодня день рождения. Может быть, Тима выберет время и приедет его поздравить? Ну, сам разговаривай. Нет. У Йохана сегодня день рождения. Неужели ты не можешь съездить? У меня сегодня просто физически нету возможности поехать. Я ему позвоню. Да-да, я слушаю. Я знаю, знаю ситуацию, знаю. Ну, может быть, он навестит его просто из-за жалости к старику. О-о-о. О-о-о. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Нежданная гость. Как это ты вспомнила? А я и не забывала. Так. Это от нас с Ваней. Спасибо. Сегодня меня одеколоном просто завалили. А с ветерами вас не завалили? Нет. Это от Тима. Будем мерить? Не будем. Хорошо. Так, а у меня еще фрукты. Тима сегодня просто разрывается на части. Предвыборная гонка. Точное название. Он уже не ходит, а бегает. Так он не приедет? Он просил передать поздравления и сказал, что обязательно позвонит. Спасибо, Настя. За твою заботу и внимание. Нет за что мое дело передать. Прошу к столу. Врежем по стакану. Напьемся до беспамятства. Вот. Лежит. Тебя ждет. Изучи на досуге. Я хочу выпить за моего внука, которого очень люблю. За то, чтобы мы никогда не потеряли его доверие и не ранили его сердце своим равнодушием и страхом. Да, страх это самая отвратительная вещь на свете. Я тоже всю жизнь чего-то боялся. Я хочу выпить за моего внука, которого очень люблю. чтобы тот свет, который я вижу в его глазах, согрел всех нас. И мы стали бы немножко лучше. Обязательно нужно опаздывать. В отличие от меня, ты сидишь дома. Могла приехать вовремя? Могла. Так ты почему ты опоздала? Потому что я ездила поздравлять твоего отца. Прости, я не знал. Я ему позвоню. Правда, позвоню. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, Андерс. На этот раз мы опоздали. Ничего. Садись. Я располагаю информацией, что недавно из приюта, где находится Ива, была уволена воспитательница с формулировкой за ненормативное отношение к детям. За размытым словом ненормативное, как я понимаю, стоит слово жестокое. Это очень хорошо для нас. Мы попытаемся использовать это в суде. Я бы хотел, чтобы мы выработали наши общие позиции по этому вопросу. Насилие в частных детских приютах не такая уж и редкость, но это очень сложно показать, поскольку показания ребенка, права, на суде не осматриваются. Общая карта. Ваня! Сынок! 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 Ива! Ты куда? Иди ко мне! Ну иди же! Ну иди ко мне! Ну иди ко мне! Господин Кусына, со мной только что связалась социальная служба по поводу нарушения вашей женой постановления о запрете посещения приюта. Из-за этого в суде обязательно возникнут проблемы. Мой долг предупредить вас об этом. Если подобное повторится, то на суд можно даже не ходить. Всего доброго. Почему ты ходила к приюту? Я просил тебя этого не делать. Почему ты ходила к приюту? Ты что, дура? Ты не понимаешь, что ты делаешь? Не понимаешь? Отвечаю! Какой вариант развития событий ты притягиваешь? Какой? Мы и так его не видим по твоей вине. Детективное агентство Кшистова Гудковский. Оставайтесь на линии. Детективное агентство Кшистова Гудковский. Олё, говорите. Я кладу трубку. Подождите. Я к вам с трудом дозвонилась. Я звоню из Хельсинки. Просто я не знаю, как начать. Ну, начните с цели вашего обращения в агентство. Да, Андерс. Я думаю, что шансов вернуть сына больше нет. Я хочу его вывезти в Россию. Ваш муж в курсе предполагаемой операции? Нет, он ничего не знает. Как вы узнали о моем агентстве? Из газеты. Я не молчу, я слушаю, слушаю. Спасибо, Андерс. Нет, я не передумаю. Это решение окончательное. Хорошо. На сайте агентства есть электронный адрес. Напишите туда письмо, и вам выждут подробную анкету, которую нужно заполнить. Малыш. Суть через два дня. Через два дня закончится этот кошмар. Господин Коусан. Не даем интервент. Буквально несколько слов. Не верите, поведу? Я в ней уверен. Моя жена ни в чем не виновата. Мальчика необходимо оградить от влияния матери. Он нуждается в психологической помощи специалиста в видимой лечении. Господин судья, разрешите один короткий вопрос по существу дела. Хорошо, мы вас слушаем. Хотелось бы получить заключение психолога, чтобы понять, о какой срочной помощи говорила коллега. Можно увидеть документ? К сожалению, заключение психолога еще не готово. Дата соседания была назначена неожиданно. Я хотел бы довести до сведений суда ранее неизвестные факты. Уважаемый господин судья, госпожа Лакса, выступающая здесь свидетелем, признала, что видела только плачущего мальчика. Ни одним прямым доказательством насилия над ребенком обвиняющая сторона не располагает. При этом месяц назад госпожа Лакса проиграла семье Кусынен иск о нанесении ей морального ущерба по поводу возведения ими на своем участке альпинистской стенки. Считать ее показания объективными не представляется возможным. Ивана Кусынена необходимо вернуть в родную семью, туда, где его любят, где о нем позаботятся лучше всего. Суды удаляются на рассмотрении новых обстоятельств делов. Не так принципиально, если прямые факты насилия над ребенком. Гораздо важнее, что мы располагаем сведениям о психической нестабильности матери. Обвиняемая оказывала регулярное давление на свидетеля, госпожу Лакса, в деле ее заявления. Также мы располагаем видеозаписью, на которой Анастасия Кусынен в состоянии крайней агрессии пытается разрушить бетонную стену на своем участке. Кроме того, у нас есть сведения, что в 2011 году Анастасия Кусынен обращалась к психологу по поводу депрессивного состояния. Почему я об этом ничего не знаю? Это было давно, я думала, это не важно. Здесь все важно. Обвиняемая оказывала в общении с ребенком на свидании, и ей было запрещено появляться в приюте. Тем не менее, Анастасия Кусынен проигнорировала постановление службы опеки. Вот рапорт нашего сотрудника. Обвиняемая продемонстрировала полную неспособность к сотрудничеству с службой опеки. И я прошу отметить, что отец ребенка, господин Кусынен, находится все время на работе и не может заниматься сыном. И я уверена, что ребенка необходимо изолировать от агрессии и психической неадекватности матери. Все не так плохо. Сейчас столько шума вокруг отъема русских детей, что, надеюсь, в суде этого не надо. Надеюсь. Извините, здесь есть другой выход. Не хочу встречаться с журналистами. Туда. Уже выходим. Тебе плохо? Немного голова закружилась. Нормально. Я не поняла, какое решение судьи? В Финляндии решение суда приходит по почте. Скоро мы все узнаем. В Финляндии очень жесткое отношение к психически нестабильным родителям. И, конечно, неспособность сотрудничать с социальным службами. Это, по сути, приговор. Единственная ваша возможность сохранить сына – развод. Нужно начинать действовать прямо сейчас. В социальных службах всегда имеются заказные списки на детей от частных приютов. Его отдадут сразу, как только будет решение суда. Если это произойдет, то получить над ним опекунство будет гораздо сложнее. Я не могу поверить, что это со мной происходит. Вот визитка вашего нового адвоката по разводным делам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Развод – это формальность, чтобы она не заняла позиции конфронтации. Или, еще хуже, не начала предпринимать ответные меры. И это, как я понимаю, вам сейчас совсем не нужно. Вы говорили, что она очень любит сына. Это хорошо. С ней будет проще работать. Главный ваш довод – развод – это единственный способ вырвать сына из социопеки. И это так и есть. Как только вы разведетесь, я гарантирую вам, что мы быстро восстановим ваши родительские права. А моя жена тоже сможет видеть сына? Господин Кусенен, вы должны понимать, что по отношению к вашей жене я буду вынужден действовать жестко. И на суде мне придется доказать, что она психически нездорова. А вы должны будете мне в этом помочь. После этого ей вряд ли разрешат видеться с сыном. Я прочитал вашу анкету. Не буду скрывать, мне ваше дело не нравится. Я не хочу его брать. Как подождите, а что мне теперь делать? Обратитесь кому-нибудь еще. Или решайте вопрос в рамках закона через суд. Какой закон? Это бизнес на детях. Вы же помогали другим. Я читала. Почему вы не хотите помочь мне? Это вопрос не о том, чего я хочу. Это работа. И в вашем случае слишком много рисков. А главное, ваш сын не является гражданином России. Легально через границу нам его не привезти. Если я буду браться за ваше дело, стоимость моих услуг значительно возрастет. Я заплачу. Вы еще не слышали цены? Я заплачу. С карты мужа. Ну что ж. Какой подход мне нравится. Вы ссылайте фотографии вашего сына. Я займусь документами. Скоро с вами свяжется. Простите, секундочку. Алло. Как ты смотришь на то, чтобы сегодня поужинать в ресторане? Никак. У меня к тебе серьезный разговор. Для этого обязательно нужно есть? Не обязательно. У нас просто нет времени. Нужно решить очень важный вопрос. Нужно для сына. Я должен начать пракоразводный процесс. Это единственный способ вернуть сына. Я, поверь, это формальность. Мне нужно твое согласие, чтобы сделать это быстро. В любой момент мальчика могут отдать в приемную семью. Продолжай. Это нужно сделать до выборов. Понятно. Перестань. Поверь мне, я это делаю только ради сына. Ради нашего сына. Тогда делай. Я думаю, он ей сказал. Мне нужно знать точно. Да, Марк. Зайдешь? Я уже уехал. Жаль. Ну, что сказала Настя? Она согласна? Зайдешься. Здравствуйте. Я родился и вырос в этом городе. Это мой дом. Моя страна. И поэтому я буду говорить, как гражданин Финляндии. Гражданин, который ставит во главу угла закон. Вы все уже знаете, что случилось в моей семье. У нас забрали сына. Моя жена обвиняется в насильственном обращении с нашим ребенком. Для меня то, что случилось, стало ужасной новостью. Ну, что же произошло? Это разные культуры. Абсолютно другое представление о воспитании. В этом надо разбираться. Но ребенок не может ждать. Ребенок не виноват. У него должен быть близкий и родной человек. И поэтому я принял решение развестись. Вот и умница. Я не знаю, как в России, но в нашей стране нельзя ребенка бить и наказывать по вину с эмоциям гнева и раздражения. В нашей стране ребенка защищает государство. И я здесь, чтобы заявить, что я против любого насилия и беззакония. От кого бы оно ни исходило. Пришло решение суда. Они забрали нашу Ванечку. У нас нет больше сына. Это ты им его отдал. Почему ты им его отдал? Почему? Почему ты его отдал? Что? Что? Позвоните моему сыну. Хорошо. Я позвоню. Сперва вызовут доктора. Нет, доктора. Не надо. Сначала я иду. Хорошо. Я позвоню. Я позвоню. Я зайду. Вызывай скорую. У него и серика. Тихо. Прекрати. Я за роман. Прекрати. Бегу, бегу. Замолчи. Отпусти. Замолчи. Отпусти. Замолчи, говорю. Или я тебя отправлю в подвал, и ты там будешь кричать. Все нормальные дети ведут себя спокойно. А ты что устроил? Ты поедешь к приемным родителям. Это решение суда. А вы что смотрите? Марш по комнатам. Простите, я не знаю, как вам обращаться. Отец Владимир. Отец Владимир. Я молилась матери божией за сына. Я думала, что я за сына молилась. А потом поняла, что я просто себе его вернуть хотела. Я себе думаю. Все о себе думают. Слабый человек. И в вере, и в деяниях своих. Бог все простит. Забрали у меня сына. Навсегда забрали. Как теперь жить дальше? Сначала подумай, нет ли в этом твоей вины. искреннее покаяние молитве силы дает, молитва матери со дна моря достает. Что мне делать? Делай, что должен. Господь все управит. Я не могла с вами общаться по телефону. У нас начались проверки сотрудников. Мой сын. Как он себя чувствует? У вас нет поводу беспокоиться. Мальчик адаптировался. Он хорошо ладит с детьми. Персонал его любит. Он уже знает. да. Вы даже не представляете, какой у вас взрослый сознательный сын. К решению суда он отнесся абсолютно нормально. Я сама выросла в приемной семье. И прекрасно знаю, что это не представляет никакой трагедии для ребенка. Просто он привыкает. Да, я так думаю. Вы можете передать это моему сыну? А на слова скажите, что я выполню то, что я ему обещала. Нет, я не могу. Я умоляю вас. Мне нужно идти. у меня ночная смена. Спасибо. Привет. Я пришла почитать тебе книжку. Ты не против? Я тут подумала, может, нам с тобой ехать куда-нибудь в путешествие. Хочешь? Я хочу домой. Ты уже взрослый мальчик и понимаешь, что домой ты больше поехать не сможешь. Я думаю, нам с тобой вместе будет лучше, чем если тебя переведут в приемную семью. Как ты думаешь? А ты мог бы отдать свою бейсболку одной девочке? Она болеет, у нее очень плохая болезнь. Ей побрили голову. Так вот эта девочка мечтает о твоей бейсболке. Я ее побрел. А в этой девочке нет, папа. А когда мы с тобой уедем, я куплю тебе новую бейсболку. Поедешь ко мне жить? Можно ставить себе бейсболку? Да, дорогой. Как ты хочешь. Какой праздник, вы говорите? Великий праздник непрочного сердца Девы Марии. Я не могу назвать себя верующим. Я вообще, наверное, впервые вижу католическую монахиню в традиционном одеянии, как я понимаю. И много в Финляндии католиков? Около десяти тысяч. Это, конечно, очень мало для всей страны, но когда-то Финляндия была католической. И сейчас наша церковь стремится вернуть интерес людей к нашей вере. А кому, как не детям, созданием Божьим обращать наш взор? Если вы отпустите детей с нами в костел на праздник, они получат урок божественной любви и радости. А потом мы вернемся и будем играть и раздавать угощения. Ну, хорошо. В целом, я не вижу причин не пускать детей в церковь. Это ведь будет не только детский праздник, но и мой персонал тоже может участвовать. И получать подарки осыненной благостью Девы Марии. Но в первую очередь со всей нашей любовью мы хотим поздравить вас, уважаемый господин Меккинен. Ну, хорошо. В воскресенье вы возьмете детей на полдня. мир вашему дому. Здрасте. Вам привет от Кшиштофа. От какого Кшиштофа? Вы знаете много Кшиштофов? Я подожду в автобусе, нам лучше там поговорить. У меня нет инструкции обсуждать с вами детали операции. Мне от вас нужен только аванс. Ну, хоть что-то я должна знать. Собрать вещи, подготовиться. Вот это ли связи. Вам по нему звонить не надо. Это телефон только для приема сообщений. В крайнем случае мы позвоним сами. Ваню нужно забрать как можно скорее. Иначе его переведут в другой приют или приемную семью на секретный адрес и мы его просто не найдем. Все в воле божьей. Поехали! 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 У меня для тебя привет. Смотри, узнаешь? Смотри, узнаешь. Все дети здесь, а, по-моему, я одного мальчика не вижу. Не волнуйтесь, все здесь. Я на входе всех пересчитала. Нужно дождаться конца службы, а мальчик никуда не денется. Слушайте Слово Божие. Ты Ивана видела? Нет. Сюда идем. На стоянке нет автобуса. Стойте здесь. Все, мой мальчик у них. Ну, тихо, тихо. Не надо плакать. Так, ты в Питере сразу займись получением российского гражданства для сына. Это сейчас очень важно. Я хотела вам сказать. Простите меня ради бога, что я тогда отказалась. Я очень боялась. Ничего. Я понимаю. Нам известно, что вам подано прошение об усыновлении пропавшего Ива Костинена. Да, но при чем здесь это? Ребенок пропал, его можно срочно искать. А вам не кажется странным, что его похитили именно у вас, у заинтересованного лица? Нет. Зачем мне красть ребенка, если я могу усыновить его официально? Насколько нам известно, заявок на детей в социальной службе гораздо больше, чем самих детей. И есть частные приюты, которые выигрывают тендер на детей. Соответственно, получают на них государственные дотации. И что? Я думаю, вам было бы сложно конкурировать с частными приютами, получить ребенка, не так ли? Дети были на католическом празднике с разрешения директора приюта, господина Мякинина. Это не моя инициатива. Согласитесь, вся эта история с католическим монашками выглядит довольно фантастически, просто маскарад какой-то. Но он сработал. Я уверена, что за похищением ребенка стоит русская мать мальчика. Если вы ее не остановите, она вывезет его в Россию. Нам пока трудно разделять вашу уверенность. Почему вы так думаете? Это она. Она его украла. Почему вы его не ищете? Верните мне моего мальчика. Не подходи! Что с тобой, сынок, что случилось? Сначала пообещай мне. Что пообещать, мой хороший? Что не отдашь мне, не отдашь обратно. Конечно, я тебе не отдам. Иди ко мне. Ну, иди ко мне. Я никогда тебя не отдам обратно, слышишь? Прости. Прости. Прости, мой хороший. Прости. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Кусынов! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я понимаю, выбрать трудно. Давай я тебе помогу. Выберу я. Вкусно. Предъявите ваши документы и билет, пожалуйста. Я требую, чтобы меня отпустили немедленно. Не надо ничего требовать. Похищен ребенок, гражданин Финляндии. И мы имеем право вас задерживать настолько, сколько потребуется в интересах расследования. Мальчик, тебе плохо? Ты как себя чувствуешь? Он не говорит. Я не к вам обращаюсь. Он не может говорить. Он не мой. Извините, офицер, нам нужно идти. У нас заканчивается регистрация. Но мальчик в порядке? В порядке. Он просто боится летать. Тогда уж, выпей. Нужно сделать это ради мамы. Сынок, выпей. Выпей. Мы можем идти? А вы не хотите в связи с кражей вашего сына остаться в Финляндии? Найти его? Он же ваш сын. Я еду навестить больную мать. И скоро вернусь. Ваша мать умерла два года назад. Так куда вы едете? На родину. Вы не имеете права. Прочитай. Я без очков. Сегодня благословение Господне снизошло на верующих. Что это значит? Слушай. Понял. Какой-то министр там начальство названивает. Интересуется, какие основания для задержания. В общем, все нервничают. Психологически она уже сломлена. Психологически ей все похер. Психологически ей все похер. Психологически ей все похер. На русские матери. Ну, Маша звонила из Финляндии, просила встретить Ивана. Я не знаю, о чем вы говорите. Ну, сегодня благословение Господне снизошло на всех верующих. Простите, забыл сразу это сказать. А мне сказали, что нас встретит София. Да. Это моя невеста. Она не смогла прийти. Ну, давай знакомиться. Тебя Иван зовут? Меня Андрей. Очень приятно. Как долетел? Сыночек, я скоро. Очень скоро. Мой хороший. Ты обещала, что никому меня не отдашь. Ну, что, эмигрант, нравится? Город у нас красивый. Да не грусти ты. С возвращением на родину. Ты что думаешь? Выключил телефон и решил все проблемы? Пить и страдать это для русских. У нас с тобой на это нет времени. Не можно войти? Нам сюда. Настю выпустили из страны. Ребенка с ней не обнаружили. Я решил, что так удобнее, если ее нет в Финляндии. Проще работать. Дай выпить. Держи. Ты должен сейчас дать пресс-конференцию. Ты у нас звезда. Все тебя хотят. Вечером теледебаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Русская мать украла гражданина Финляндии. Ну, вы счастливы? Предлагаю выпить за воссоединение матерью с сыном. Йохан, вы же знаете, вам нельзя. И покурим. У меня там еще остались кубинские после дня рождения. Но сигару я вам не дам. Извините. Ну, зачем столько скорби в голосе? Сегодня такой счастливый день. А покурим потом на улице. Мэрда, посмотрите, пожалуйста, русские каналы. Какие там новости? Социальная служба, присвоив себе право представлять интересы ребенка, отнимает у вас ваших детей и распределяет их по частным приютам. Чего хочет сам ребенок, никого не интересует. Как вы считаете, почему так происходит? Это бизнес. Дети выставляются на лотах, как товар. А между приютами ведется тендер на их получение. Все зарабатывают. В чем же такая ценность детей для приютов? Потому что государство выделяет огромные средства на их содержание. Я знаю, что есть силы, способные остановить ее виновенную юстицию, которая распространилась уже по всему миру. Какая сила? Кто это? Мы с вами. Родители. Анастасия, ваш муж остался в Финляндии. Вы когда-нибудь туда вернетесь? Вы вернетесь когда-нибудь в Финляндию? Никогда. Андрей! Здорово. Здорово, герой. Как дела? Хорошо. Хорошо? Спасибо вам огромное. Да ладно. Наше дело солдатское. Здрасте. Познакомьтесь. София. Столица Болгарии. Очень приятно. По совместительству моя невеста. Это она. Организовала пресс-конференцию, нашла квартиру в гостинице. Андрюш, ну перестань. На пресс-конференции вы были просто молодцом. Я очень надеюсь, что нам быстро удастся получить российское гражданство для Вани. Да? И Андрей Семенович нам в этом поможет. Ну куда я одену с аэроплампой? Ладно, я временно складываю себе полномочия русской матери. Пойду, следовательно, поработаю. Ну, дай пять. Вы пока проследите, чтобы она потом домой пошла. Тебе лежать надо. Помнишь? Как доктор прописал. Угу. Я только по поводу пикета договорюсь. Какого пикета? Слушай, я тебя реально в больнице на сохранение закрою. Вот этого добиваешься? Вот этого. Я пока нашла только одну квартиру, но она хоть старая, зато рядом с детским садиком. Спасибо вам огромное. Я думаю, что нам сейчас любая квартира подойдет. Пять секунд до эфира. Расстремляемся. Первая камера. И начали. Здравствуйте. Предвыборные дебаты в самом разгаре. И сегодня у нас в студии лидер партии финские демократы Тимова Кусинин. Здравствуйте. И лидер коалиционной партии Аки Риппинин. Добрый день. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня последний день дебатов. С завтрашнего дня начинается так называемый день тишины. Пожалуйста, слово вам, господин Риппинин. Спасибо, Юта. Господин Кусинин, ваша партия неоднократно заявляла, что мигранты нужны Финляндии. Что мигранты решат демографическую ситуацию в стране. Да, это так. Почему вы думаете, что рождаемость в стране должна увеличиваться за счет мигрантов? Спасибо за вопрос. Я считаю неправильно разделять нации на финнов и мигрантов. На тех, кого государство должно поддерживать и тех, кто в этой поддержке не нуждается. Мы все граждане Финляндии. И нашу главную цель я вижу в укреплении и в сохранении нашей большой многонациональной единой семьи. Мы организуем пикет и, возможно, я не смогу подходить к телефону и буду занята. Поэтому, если что-то случится, звоните Андрею напрямую, ладно? Спасибо вам большое. И Андрей у вас замечательный. Он так о вас заботится. Да. У него это будет первый ребенок. Он ужасно волнуется. Собирается присутствовать при родах. Мы пока не знаем, кого. Мы когда УЗИ делали, он боком повернулся. Вы уже давно вместе. Знаете, два года. Андрей занимался делом по возвращению Васи из Норвегии. Это мой старший сын. Ждешь, братика? Да, жду. Знаете, в мире думают, что русские люди не помогают друг другу. А вот мне именно русские помогали и помогают. Вот вы, например. Знаете, насчет русских я с вами согласна. Но вообще-то я украинка. Скажите, а как вы собираетесь сохранить так называемую единую семью, если вы не смогли справиться с сохранением своей собственной семьи? Господин Рябинин, у нас сейчас политические дебаты. Пожалуйста, слово вам, господин Кусин. Ничего, я отвечу, господин Рябинин. Знаете, моя семья – это не только жена и сын. А это еще и булочник, у которого я каждое утро покупаю хлеб. Это водитель автобуса, который возит моего сына в детский сад. Это мои соседи, которые всегда готовы прийти ко мне на помощь. Это люди, с которыми я живу в одном городе, в одной стране. Моя страна и есть моя семья, господин Рябинин. Прерыв 20 минут. Пожалуйста, никто не теряется. Здравствуйте. Мне несколько раз звонили с этого номера. Здравствуйте, господин Кусин. Это управляющий дома престарелых. Я вам звонил, чтобы сообщить, что у вашего отца был инсульт. Его увезли в критическом состоянии. Не выезжаю в больницу. Привет. Привет. Мой хороший. На. Вот какой у меня помощник вырос. Проголодался? Ага. Сейчас будем ужин готовить. Когда папа приедет? Папа закончит свою работу и приедет. У него выборы. Вы поссорились? С чего ты взял? Папа ни разу не звонил. Ну, ты же знаешь, как он занят? Ты его больше не любишь? Иди ко мне. Я очень люблю нашего папу. Просто мы действительно поссорились. Так получилось. Но вы же помиритесь. Ну, да, помиритесь. А я теперь не знаю, как это делать. И видела ваше выступление. Вы хороший политик. Но плохой сын. Просто он вас ждал до последней минуты. Что значит до последней минуты? Он сейчас в коме. Вы оставитесь на станет Деня? Сейчас ваше присутствие ему никак не поможет. Ну, договаривайте. Раньше надо было. Надо было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова О, вот он наш молодой, почти кучерявый бог, возвышаясь на грозном Олимпе, взирает на подвластный ему мир. Наш рейтинг взлетел, как трепетная лань. Ладно, лани не летают. Ты как сокол. Горный сокол взвился ввысь. Марк, я сделал то, что ты меня просил? Да. Даже больше. Ты молодец. Теперь нужно сделать ряд встреч, интервью и закрепить наш успех. Хорошо. То, что ты просил, я сделал. Теперь я сделаю и то, что считаю нужным сам. Тима. Тима, погоди. Тима! Тима, я не понял, что за мужественную решительность ты мне сейчас продемонстрировал? Я улетаю в Петербург и должен увидеть моего сына. Ты что, остатки разму потерял? Какой Петербург? Пять месяцев работы. Ты что, в своём уме? Нет. Ну, подожди. Ну, подожди, я понимаю. У тебя сейчас трудная ситуация. Я знаю, что такое терять без каких идей, поверь. Но сейчас это невозможно. Марк, я подвёл тебя. Извини. Подожди, у тебя что-то ещё случилось? Нужна моя помощь? Нет. Ну, ну, хорошо. Я отдаю тебе один день. В смысле, это паноптикум. Ну, только прошу, не делай в России никаких глупостей. Тима, один день. Привет, Варька. Привет. Я вылетаю в Петербург. Встречай меня. Я вылетаю в Петербург. Ну, добро пожаловать. Петербург. Да? Папа? Сынок, это ты, сынок? Папа? О, Господи, это ты. Откуда ты звонишь? Из нашей новой квартиры. Из вашей квартиры? А какой адрес вашей квартиры? Пап, ты помирись, пожалуйста, с мамой и приезжай к нам. Конечно, сынок, конечно. Ты только мне скажи адрес. Я узнаю адрес и прочью тебе смс. Ты мой умный мальчик. Я буду ждать. Я сразу приеду. Как мама, как вы там? Чем ты занимаешься? Я завтра пойду в садик. Он рядом с домом. Нам пришло договариваться. Пап, ты приезжай к нам скорей. Мама сказала, что любит тебя. И я. Я вас очень люблю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это копии договоров, которые доготовил. Там же и мой анализ сделок. Ты зачем приехал? Я приехал за сыном и очень надеюсь на твою помощь. Оформляй командировку в Хельсинки. Поедем на красивой дипломатической машине. Что означает «оформляй»? Я же не могу так сразу поехать в Хельсинки. У меня здесь работа. Да, у тебя здесь работа. Пока. Все. Почитай это внимательно. Стучит. Слушай, правда стучит? Угу. Да. Ясно. Ну да, с меня причитается. Пока бойцы под стол не свалятся. Все обнял. Ага. У нас гости. Тима, Куусин, прибыль. Это муж Настя. Ага. И что мы будем делать? Ну, ты ничего не будешь делать. Ты будешь лежать. Я сам все решу. Ты понял, что тебе вечером врач? Что ты смеешься? Я чтоб домой на лифте поднималась, а не по лестнице. Андрей, мы живем на втором этаже. Ну, знаешь, второй, второй. Я не хочу, чтобы у тебя там голова закружилась, нога подвернулась, чтоб ты рожала на лестнице. Андрей Семенович, вы превращаетесь в маньяк. Я хочу, чтобы ты рожала… Под твоим личным контролем. Я за. Обещаю без тебя не рожать. Да? Все, ушел. Ты поговорил с сыном? Я не знаю, как ему сказать. Он с детства боится темноты. Ну, ясно. Эй! Горой! Иди, иди ко мне! Ну, быстрее, быстрее, быстрее! Давай. Ну, молодец! Вот сейчас полетели, полетели и побежали. Хаба! Вот видишь. Все для тебя оборудовано. По последним словам тень. Видишь, лампочка, чтоб светло было. Подушка, чтоб удобнее. Поедешь, как король. С полным комфортом. Санок. Ты должен залезть в багажник. Это ненадолго, на десять минут, пока не переедем границу. Договорились? Договорились? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Ваш костюм готов. Спасибо. Хорошего вечера. Слушай, Марк. Завтра у тебя утренний рейс в Хельсинге. Билет в бизнес-классе на твое имя забронирован. Я еще не видел, сын. Завтра ты должен быть в Хельсинге. Других вариантов нет. Надеюсь, ты это понимаешь. Проверка документов. Всем приготовить паспорта. Совсем меня забыл. В каком смысле? Ты же видишь, помню. Последний раз я тебя видела полгода назад. Ты обещал увезти меня, по-моему, в тундру. Увлекаешь меня за прошлое, а я живу настоящим. В книжке прочитал. В журнале. В машине валялся. Слушай, тут где-то финик должен сшиваться. Ты не видела? Вон она сидит в ресторане. Угостишь? Нет. Нет. Не помешаю? Я уже ухожу. Да нет, не уходишь. Следователь Сафронов. Можете считать себя задержанным. Спасибо, мой хороший. Мы тут с тобой настоящую аптеку развели. Иди ко мне. Мама, мне завтра в садик не пойду с тобой, пишу. Нет, сынок. Тебе завтра надо идти обязательно, потому что у тебя первый день. Но я не хочу в садик. Ты знаешь, я когда была маленькая, тоже очень не любила ходить в садик. У меня мама работала на скорой помощи и была очень занята. И меня всегда забирала маму. А папа была старенькая, все время все забывала или опаздывала. Я сидела одна в группе и ее ждала. Я так мечтала, чтоб хотя бы один раз меня забрала мама. И однажды я загадала желание. Желание? Я загадала, что если буду весь день сидеть и молчать, то мама обязательно заберет меня. И что потом? А потом мы гуляли на улице и все дети бегали, кричали. А я сидела одна и молчала. И вдруг я увидела, что за оградой остановилась. Скорая помощь. И там была мама? Да, сынок, там была моя мама. Да, предал ты свою жену. А передо мной тут жертву обстоятельств разыгрываешь. Я не предатель. Ты даже представления не имеешь о том, что такое потерять сына. Я сейчас веду одно дело. Дело одной женщины, ее зовут София. Так вот она раньше жила в Норвегии. И в домашнем компьютере обнаружила снимки, на которых ее собственный супруг расливает их четырехлетнего сына. Когда она обратилась с этим в полицию, ее обвинили в психической нестабильности и лишили родительских прав. Материалы дела из полиции исчезли, а ее сына вернули обратно. Отцу педофилу. Ее второго двухлетнего сына определили в приют. Тогда она украла его из этого приюта и сбежала в Россию одна, на машине, через все границы. Молодец. А мне-то ты зачем это рассказываешь? Я тебе факты говорю о том, как люди поступают. Поэтому она под моей защитой. И твоя жена под моей защитой. И твой сын. Я нужен моему сыну. Он мне звонил. Он хочет быть со мной. Не лезь со своими поучениями в мою жизнь. Это мое личное дело. А ты сам теперь мое личное дело. Завтра ты вернешься обратно в Хельсинки. Если не улетишь, я тебе устрою большие неприятности. Могу начать прямо сейчас. Вон с теми жрицами любви. Я думаю, вы сильно превышаете ваши полномочия, господин следователь. Ты русский хорошо понимаешь. Ну? Мне до синей звезды что там думаешь? Если ты не улетишь, ты сянешь. Понял. Это называется российский беспредел. Ну? Как-то так. Только я бы сказал, разящий меч справедливость. А потом испокон вверх это делал. Да. Неплохие семьи получались. Неплохие права. У Хельсинки только у моей. Характер такой. Отвратим. Я вижу игрушки с группы. Кто разрешил их вынести на улицу, а? Быстро собираем игрушки и несем их в группу. Ванечка, ты что здесь один сидишь? С ребятишками не играешь. Ты меня слышишь? Елена Сергеевна, а Елена со мной не хочет играть. Вот поиграй с Ванечкой. Ему тоже играть не с ним. Давай, давай. Алло, Андрей, здравствуйте. Это Настя Кусенин. Мой муж знает наш адрес в Петербурге. Что мне делать? Откуда он адрес-то знает? Я не знаю. Наверное, Ваня ему отправил. Он хотел, чтобы мы помирились. А Ваня где? Он в садике. Здесь недалеко. Ясно. Забирайте срочно сына. Скиньте мне адрес детского сада, я подъеду туда. Хорошо? Ага. 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 Папа. 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 Сынок. Ага. 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 Сейчас. Я не знаю, он только что здесь был. Да вы не волнуйтесь, никуда он не денется. Вот только что вот здесь был. Тима! Тима! Здрасте! Извини, гаишника меня заставили убрать с того вместо машину. На границе будем часа через два-три. Пап, куда мы едем? Пап, куда мы едем? Домой, сынок. Домой. А не надо нервничать. Ваша задача выполнять распоряжение вашего начальства. Вам приказом досмотреть дипломатическую машину, вот и досматривайте. А если не выполните приказ, ваши неприятности станут гораздо сильнее. Все ясно? Допримут нашего горячего финского парня, никуда он не денется. Чай мы у себя дома, да? Пап, я не могу уехать без мамы. Она будет волноваться, у нее сердце будет болеть. Она к нам скоро приедет. Очень скоро. Она не приедет. И ее там в тюрьму посадят. Не посадят. Дома все хорошо будет. На рыбалку пойдем. Дома дедушка. Пап, мама вчера целый день болела. Она сказала, чтобы из меня, может, даже умереть. Ты что, передумал? Я не знаю. Если ты сейчас сына вернешь в Финляндию, станешь национальным городем. Со всеми вытекающими. Мечты сбиваются? Точно. Эй, чемпион, иди ко мне. Вот смотри, как тут все оборудовано для тебя. По последнему слову техники. Лампочка, чтобы светло было. И подушка, чтобы удобнее. Подедушка, король, с полным комфортом. Я думаю, что нам домой лучше вместе с мамой поехать. Я тоже не хочу, чтобы у нее сердце болело. А как же моя командирокка, которую я выбыл, почти с риском для жизни? Знаешь что, ты поезжай. Мы в город сами доберемся. Дурак. Дурак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну я подожду, погуляю на луне Да, радость моя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне нужно уехать в Хенсинке, но я хочу скоро вернуться У меня к тебе просьба Не подавай пока на развод Почему? У нас замечательный сын Я думаю, что нас больше не существует Может быть нам это нужно вместе решить, как жить так? Я хочу жить всем вместе Загружайтесь! Последний автобус! Гуляем! У меня сын родился Сын, понимаете? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok